всем привет перед каждым пчеловодом который закончил сезон медосбора стоит вопрос как сохранить сушь начинающие пчеловоды не всегда понимают что такое восковая моль и как она появляется но очень часто потом понимают что это именно она как образуются яйца личинки потом лезут черви буквально за две недели три восковая моль может уничтожить всю вашу сушь после откачки меда и обсушки рамок вот я использую такой метод распространенный один из самых простых способов это морозильный ларь помещаю туда сушь включаю в розетку и держу рамки порядка четырех пяти часов меньше нет смысла потому что теплый воздух вытесняет холодный сами рамки имеют теплую температуру и поэтому нужно чтобы хорошо проморозило не менее четырех пяти часов рамки должны простоять при минус там 18-23 градуса после этого восковая моль напрочь уничтожается и яйца и личинки и все остальное плюс это дает определенную дезинфекцию рамкам какие преимущества данного способа прежде всего это просто дешево никаких дополнительных сложностей нет безопасно и экологически чисто если вы начинающий понятно у вас и суши мало поэтому вы можете провести такую заморозку суши даже в своем бытовом морозильнике рамка туда помещается морозильное отделение если внизу находится ящики там тоже демонтируются можно положить довольно таки много суши по четыре рамки за раз можно положить размеры ларя позволяют даже вот такими целыми магазинами и даже корпус сюда станет можно помещать но я не буду пользоваться таким способом я все-таки рамки подостаю потому что мне нужно сейчас как можно больше их сюда загрузить я немного затянул с этим процессом пока перевез лайк на место были там определенные нюансы короче говоря сейчас буду загружать его только рамками для тех кто не знает покажу вот смотрите вот эти вот маленькие маленькие непонятные образование как какая-то пыль и то есть яйца восковой моли на такой незаметной пыли казалось бы на красивой суши образовываются просто монстры крупные здоровые черви вот друзья пример рамки 10 дней как изумья достал вот это все все восковая моль забил до отказа по самый верх влезла 145 рамок с четырех магазинов и трехсотых с трех корпусов без четырех рамок в общем-то нормальный объем где-то порядка тут 350 литров морозилка поэтому теперь ждем как понимаете для того чтобы проморозить такой объем необходимо достаточное время какие недостатки этого метода конечно же объем если был бы ларь больше влезло бы больше а